Одно красное кольцо это хорошо, но шесть 100 тысячелетних колец еще круче. Это была действительно красивая победа. Команда монстров Шрека буквально за несколько минут всего одной атакой победила противником. А все благодаря Хуи Хао и Ван Дуну. План был очень хорош. Сначала шокировать всех 100 тысячелетними кольцами, а уже потом добить испугавшихся противников. Шесть 100 тысячелетних колец. Это была и правда поразительная сцена. Никто не ожидал увидеть даже одно красное кольцо. Но Хуи Хао навыком имитации высвободил шесть 100 тысячелетних колец и прекрасно подделал их ауру. По сути даже учителя и император не смогли разобрать, что они не настоящие. Академия Шрека подтвердила статус учебного заведения, где готовят настоящих монстров среди мастеров. Интересно, что согласно книге Хуи Хао также подделал кольца Ван Дуну на два желтых, два фиолетовых и два черных. Всего шесть колец. Но стоило и раскрывать этот козырь в самом начале турнира. На самом деле, да, после такой демонстрации силы, команда монстров Шрека вызвала страх и уважение. У всех других команд, все будут бояться их еще перед выходом на арену. Это действительно мощный удар по духу команд противников. Кстати, а почему Хуи Хао сымитировал целых шесть колец? Как он сам позже признался Ван Дуну, он слегка погорячился с таким количеством 100 тысячелетних колец. Но он хотел быть уверен, что команда соперников точно испугается от таких могущественных колец. Но насколько долго Хуи Хао сможет водить за нас остальным? Естественно, рано или поздно команды других академий поймут, что у него нет этих шести красных колец. Но пока что все идет хорошо, согласно их плану. Возможно, вы заметили, что учитель Джоуи что-то скрывает от учеников. Вместо того, чтобы остаться наблюдать за сражениями турнира, Хуи Хао и остальные из резервной команды просто ушли отдыхать. В чем же секрет Джоуи? На самом деле, все очень просто. В этом соревновании участвуют мастера выше 50-го ранга, имеющие 5 и даже 6 колец. Джоуи ранее обещала, что среди соперников мало у кого будет даже 4 кольца. Теперь Джоуи намеренно скрыла от учеников реальную силу противников. И пока не хотела, чтобы они увидели эти команды. Однако Хуи Хао и другие обнаружили, что Джоуи ведет себя подозрительно. Поэтому решили сами посмотреть на соревнования. А они смогли увидеть, что среди противников в круговой системе был мастер с 5-ю кольцами. Другими словами, в той команде все ученики были мастерами 40-х и 50-х рангов. Представьте, как это повлияло на Хуи Хао и других. Ведь среди них только у Бэй Бэя, Сю Сэн Ши, Хэ Кайты, Дзянь Найнань есть 4 кольца, а у остальных и того меньше. Возможно, намерения Джоуи были хорошие. Но ведь ученики все равно узнали правду. Трейлер следующего эпизода вызвал бурные дискуссии среди зрителей. Отчасти из-за нового сюжета. Мы увидим вторую битву между Академией Шрека и Академией Инженеров Душ Облачного Ло. Для Хуи Хао и других эта битва уже не такая сложная, как первая, но требует настоящего боя. В предыдущей битве Хуи Хао полагался на свой навык имитации, чтобы смоделировать кольца в 100 тысяч лет. Однако этот трюк нельзя использовать постоянно. В круговом этапе турнира участники сражаются один на один. Поэтому Джоуи решила отправить первым Сю Сэн Ши. Почему? Хуи Хао и Ван Дун должны скрывать свои истинные силы до последнего и таким образом сохранить авторитет Академии. А Сю Сэн Ши – мастер типа защиты с высоким уровнем духовной силы. Он хороший кандидат, который может выдержать сильные атаки противников. На самом деле в бою один на один на выбивание участвует не один человек. Вместо этого проигравший в битве уходит, а победитель продолжает бой. Это продолжается до тех пор, пока все семь членов одной из команд не будут полностью побеждены. Все зрители надеялись, что Хуи Хао выйдет первым и завершит этот матч один против семерых. Разве это не было бы самым лучшим исходом, который они могли бы наблюдать? Кто не захотел бы вновь испытать волнение и трепет от появления шести 100 тысячелетних духовных кольет? Но вышел Сю Сэн Ши и продемонстрировал всего четыре духовных кольца. Согласно оригиналу, он довольно нелепым способом победил первых двух противников. Один просто свалился с арены, а вторая также попала за пределы ринга из-за неудачной атаки. После чего вышел сам капитан Академии Инженеров Облачного Ло. Он предложил устроить пари. Победитель в этом бою приносит победу всей команде, и остальные участники уже не выходят. В итоге Сю Сэн Ши победил, и вражеская Академия признала поражение. В этом бою Сю Сэн Ши отлично проявил себя, показав сильные способности. Но в чём изменения? Во всём трейлере фигурировала только одна участница, а двое других не появлялись. Такие изменения могут заключаться в ускорении сюжетного хода анимации, хотя битва всё равно обещает быть зрелищной. Когда в серии обсуждали духи старших учеников, многие могли заметить, что дух Хоккайто в аниме был изменён. Это Леденец. В оригинале же у него дух Сигара. У него там довольно забавное заклинание духа. У этого папочки есть толстая Сигара. Как и в аниме, все эффекты Сигары не изменились. Это 10% увеличение ментальной силы, защиты, духовной силы и так далее. Чтобы получить это улучшение, мастеру нужно взять Сигару в рот и затянуться. Видимо, цензура снова заставила внести изменения в аниме. Леденец так леденец. Хотя Сигара тоже смотрится прикольно. Кстати, как говорилось в книге, когда Хуиха взял Сигару первого навыка Хоккайто и затянулся, у него ментальная сила на удивление выросла на 15% вместо 10%. Даже Ледяной Шелкоприат был слегка удивлён таким усилением. В целом, эти навыки Хоккайто, мастера поддержки типа еды, будут очень полезны. Итак, впереди нас ждут самые интересные состязания и классные битвы. Также просто не могу не поблагодарить уважаемых спонсоров канала. Спасибо вам за щедрость и за поддержку. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам появление шести красных колец Хуихау. Подписывайтесь на канал и всем пока.